Привет, непрофессионалы и дилетанты. Шучу, шучу. Это канал Слава Флайта, меня зовут Эмиль, и сегодня непрофессионалы и дилетанты это я, поскольку мы проигрываем 0-3 в серии. Сам Антонио Сперс, Слава Флассат абсолютно ничего не может сделать. Но в комментариях я прочитал такую интересную мысль по поводу измены традициям Трупы Гэй и тому, что вместо скилла Флэш и Пассер можно попробовать взять Кэш и Шут. Идея достаточно интересная, поскольку я действительно не использую Флэш и Пассы, то есть, ну, может быть, пару раз за матч, но это совершенно не то, что нужно. А вот Кэш и Шут и, может быть, более точные трехочковые броски с моей стороны, они принесут команде больше пользы. Ну и, как вы понимаете, мои изначальные принципы, да, быть Трупы Гэй, ну, Трупы Гэй можно играть в команды, где есть достойный партнер. Извините, у тебя атакующий защитник Эрик Блеццо, который больше 10 очков за матч не набирает, делает что-либо глупо. Ну и мы тут же фалим на Тони Паркере, кстати говоря, сегодня наш сон Шелмидия Челлендж практически невыполним, остановить Тони Паркера и дать ему набрать больше 20 очков. Ну, по-моему, это невыполнимая миссия, поскольку Тони Паркер, ну, здесь его остановить нереально. Даже если ты его накрываешь, блокируешь, все равно он будет забивать, будет делать сразу же. Вот Блеццо, да, что делает Блеццо? Блеццо против Паркера. Мне не делает скидку на полкилометра, я возвращаю Блеццо и бросаю со средней дистанции и попадаю. Ну, потому что сейчас мазать было совершенно нельзя. Тони Паркер, палить мне нельзя, вот еще что. Леонард. Сплиттер. Да, Сплиттер сейчас Паркеру отдаст. Да, 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 да. Предсказуемо это было. Дурачок Тиаго Сплиттер, дурачок. Так, пас на Блеццо и... Что это за человек? А ну, вы мне объясните, ну, что это за человек? Почему он не забивает? Ну, Паркер очень легко все это делает. Раз и все, и мяч в кольце. Раз и мяч в кольце. А Блеццо не может, знаете, по скиллу Паркер, ну, превосходит, ладно. Но не настолько, что он его превосходит. Блеццо, трехочковый. Попадает, хоть так. Хоть так. Но реабилитировался за промах. Потому что так манать нельзя. Как это, мяч, все делает. Паркер. Еще Анриелл его останавливает. Скидка на Дженобле, промах. Но Сплиттер забирает подборы, и мы подборы даже проигрываем. Кстати, да? И Сплиттер вот так легко набирает очки. Это просто... Это просто бред какой-то. Потому что Гортот не может остановить Сплиттера. Я понимаю, был бы там игрочище какой-то, сука. Но сам Гортот при этом не может ничего забить. Это печально. Паркер у нас один гуляет. Защищались мы против него. Что из разряда фантастики. И более того, мы убегаем в атаку. Бросок. Ну как же так? Ну как же так? Ну что? Что здесь мешало Слава Туласату? А все, Паркер, Паркер все забивает. Мешай ему, не мешай. Мяч будет в кольце. Вот такая интересная особенность. Жду заслона. Но, видимо, не дождусь. Да, действительно, не дождусь. Гортот забивает удивительным образом. 9-9. Но нам отступать уже некуда. Мы на грани. И эта серия может оказаться последней. Надеюсь, что не окажется. Надеюсь, что у нас получится сегодня победить. Но это столько и разряда фантастики. Паркер один. А вот он баланс. Отменял. 19 секунд на атаку довольно много. Паркер должен с легкостью. Здесь разыгрывать. Ну не только Паркер. Все его партнеры. Джинобли. Что случилось? Я даже не увидел мяч из-за нашей оранжевой трехсекундной зоны. Морис. Ну совсем все плохо. Все печально. Лексо. Морис. За слон ставлю. Данкер попался. Еще один попался. Ой, придурок. Ой, придурок. Ой, придурок. Я просто не понимаю. Ну как так можно играть? Ну отдай передачу, раз сам не умеешь. Леонард. Джинобли. Так, я иду на Паркера. Отдашь же Паркеру. Ты-то отдашь Паркеру. Ну Блеццо, ну помешай Сплитеру. Нет. И Сплитеру не помешал. И Джинобли открытым оставил. Сегодня Эрик Блеццо меня вообще не радует. Ну, с исключением того, что Трешку забил, вообще ничего полезного не делал. Вот тебе паз, да? Как дал Гортов. Ну, Гортов вот заставил свалить Тима Данкена. Правда, не забил при этом. С игры. Первый штрафной есть. Замена вместо Данкена сразу же выходит. Пендерграф. Ну и Феникс впереди, так, незначительно. Но впереди. Естественно, я после этого матча сразу же беру Киачиншу. Если мы, естественно, этот матч выиграем. Все идет к тому, что не очень получается пока выиграть. Ну куда ж ты даешь-то пас, я гордо-то нацеливал. Вот флэш и пас, да, тоже довольно бестолковая штука. Эрик Блетсоу отдает мне. Здесь такой супер-заслон. Супер, что он не прошел. Но вот Моррис один под кольцом и хороший пас. Тайм-аут берут с Пёрс. Фрай вышел вместо... Вместо... Какого он там? Просто Корт, да. На позицию Центрового. Вы извините, я сегодня так бубнил носом. Говорю, простываю, похоже. Не мудрено с такой игрой простыть. Эндерграун. Ах ты. Потери не случилось. Тони Паркер попал. Эллоу Мэн Тускор написали. Хотя, вроде бы я его держал. Я не знаю, я вроде бы держал. Не показалось этим ребятам. Моррис один, надо забивать, естественно. Красавец. Макит Моррис сейчас, но нет претензий. Попал треху. Легко просто и безукорительно. Паркер не теряет мячи. Ленард. Ну, держать. Кэррон Батлер, держать. Молодец. Вот это защита от Кэррона Батлера. Это мне уже нравится. И замены идут. Вместо Дженобля появился Кортни Ли. У нас Джеральд Грин, Майкл Бизли и Ченнин Фрай. Трешные, трешные сочетания. Все могут бросить. Ой-ой-ой. Фрай получил таки мяч. Ну, вот от сколько нашу пользу не бывает. В прошлых матчах нам катастрофически не везло, плюс ко всему, плюс ко всем бедам, еще и на отскоке. Ну, вот, дай бог, дай бог, сегодня повезет. Ленард. Ну, там далековато, там бросать не будет. Ли. А мы перекрываем Паркера. Ли не знает, что делать. Отдал на Диао. Ну, тут Фрай не должен позволить. Нет, позволил. Бросил, ну, как-то, конечно, Фрай там держал, наверное. Ну, держал, наверное, как-то не так. Грин. Расконет. Ну, мы, знаете, нашу фирменную тактику использования задействования Грина будем юзать. И я, между тем, к кольцу прорвался. Ну, вот, решил Грин ухернов скинуть. И Грин попал. Ну, хватит уже мазать, на самом деле. Пора браться за дело, браться за ум. И, ну, хватит про это. Сан-Антонио сильная команда, я это понимаю, но... Должна быть, у нее право, как на любую другую. Фол, и... Это не то, что... На самом деле, зря я так играл. Не должен был. Совершенно не должен был. Но 27-35 к нашу пользу счет. Вторая четверть. Фолить нельзя. Пытаться отнимать нельзя, естественно. Поскольку нас тут же упекут за это. Ли. Вот был бы кетч-н-шут. Можно было бы покидать. А пока... А пока только так. Ли снова один. Трешки должны быть наши. Должны быть наши. Вот пока, к сожалению, нет. Чернобыль. Паркер отдает на Сплиттера. Сплиттер возвращает Паркеру. Паркер со средней. Промахивается. Слава богу. Да, я радуюсь промахом соперников, потому что... Когда сам не можешь забить, радуешься и промахом соперников. Баттлер. Промах! Ну что ты будешь делать? Вот этот человек, Кэрон Баттлер, да? В атаке полный патент в этой серии. Куд. Я имею в виду в серии со Спёрс. Не в... Не только в этом эпизоде Конферс. Паркер. Не могу нарушать правила. Ну ладно. Морис вроде бы как отстоял наше кольцо. Отстояла его девственность и непорочность. Баттлер. Ну нет. Меня держат. Меня держат. Я не могу. Если бы мог, да, это был бы здорово. В деле. Гортон. Пошёл под кольцо. И вот это! То, что я жду от польского Хаммера. То, что он должен делать. Собственно говоря. Вот так. Вот так он должен играть. А не какой-нибудь бабский лэапчик забрасывать. Вот это Марчин Гортон. Вот это да. Вот это супер игрок. Ещё и штрафной забил. Плюс 11 ведём. Да. Да, да, да. Серию, конечно, вытащить. Я понимаю. Сосперс это что-то вообще такое. Нереальное. Гортон Глокшо! Но этот матч! Этот матч! Мы брать обязаны! Честь наша на кону! Понимаете? Это уже больше, чем просто вопрос игры. Гортон, зачем? Ну зачем лезть на троих? Марчин. Отдай назад! Разыграем атаку! Аккуратно! Спокойно! Ленард один! Паркер! Я не могу его... Не могу его атаковать. Мне сразу холл свистнут. Я не хочу, чтобы мне полы свистели. Это всё-таки немножко не то. Полы, да? Пендерграф теряет меня! Моррис! Есть! 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 Молодец! Маккит Моррис. У нас, правда, всего у самих два очка. Очень мало набираем. Но это не проблема. На самом деле. Дженобли. Перекрываем Паркера. Но Дженобли сам проходит. Задел микрофон. Ну, главное в этой четверти не допускать полов. Если не главное, то важно не допускать полов. Главное, я подгорячусь. Так, Баттлер. Блетсоу играет на Бизли. Бизли пошёл в краску. Бизли! Вот так! Да, да, да! Вот! Индивидуальное мастерство у наших тоже есть. Сегодня по проценту попадания превосходим в Сан-Антонио. Дженобли. Ну, куда вот это годится? Паркер. Атакует. Промахивается. Да, сосредний Паркер. Вообще, бросает он не очень так здорово. Можно позволять Тоне некоторые вольности в этом плане. Бизли. Нет, тоже не бросает. А Салават Лосат, пожалуй, бросит. Не попал! Ну, как же так? Вот Кэченшут в этом плане. Очень полезный навык, потому что он действует именно под мою манеру игры. Труп Эгэ это всё-таки не совсем мой стиль. Мой стиль это трёшки. Я думаю, что вы это понимаете, да? Но так как я хотел немножко необычную карьеру, да? Стараться именно против своего стиля играть. Не так, как ты привык, не так, как тебе удобно, а так, как хочется видеть. Что хочется видеть. И Салават Лосат проходит на кольцо, снова промах. Как же так, а? Ну, как же так? Ничего не могу попасть. ПГ-25. Не совсем то, что я хочу видеть. От себя. Бенар. Дженобли. Дженобли сам будет бросать. Блеццо, подойди поближе. Ой. Эрик, ну что, что тебе мешает подойти поближе? Дженобли всё равно тебя легко не обыграет. Ну, на последних секундах, по крайней мере, он не пустится в дриблинг. Его пройдущий вариант. Ну что ж! Белеццо, молодец, страхует. Молодец. Мне нужен заслон. Блеццо, уездали. Супер дальний, но это плохо. Именно там, где никого из наших нет, туда мяч отскакивает. Всё очень плохо. Паркер. Дженобли. Тяо. Паркер. Не давать, не пускать его. Толку нет никакого, потому что он всё равно пройдёт и забьёт. Как он так делает? Ну да, у него-то, естественно, скорость не ограничена девяносто двумя. Белеццо, неудачник, ну что ты творишь? Эрик. Фрай, нормальный. Блин, заслон не умеешь ставить, что ли? Вот, вот и всё. Рецепт-то есть. Единственная проблема у нас сегодня это набранные очки. Вообще не набираем. И тайм-ау. Кого-нибудь выпустит тренеров на замену. Ассист Пергейм. Даст вопросов лучший. Выходим на замену. Заканчивается вторая четверть. 37-52, но в нашу пользу довольно комфортное преимущество уже создано. Не просрать бы всё в один момент. Не Тони Паркер, не такой он прытки, не такой юрки, но он сбросить может неожиданно. Поэтому совсем расслабляться не стоит. Сплитер. Ну вот, сплитер на той дистанции совершенно не опасен. А вот Данкан. Данкан это да. Ладно, подстраховали. И сейчас нужно увеличивать наш отрыв, наше преимущество. Единственное, кто это мешает, это... Так, Морис. Морис, мне нужен Морис. Морис, поставь заслон. Ладно. Хочешь бросить, бросай. А, вот как. Интересно. Растянули линию обороны соперников постоянными заслонами. Сбили с толку, ребят. Так, Джозеф отдает на Данкана. Ну, Морис, держись. Ну, держись! Ну, ладно, хотя бы так. Хотя бы так. Данкан забил первый. Может быть, второй не забьет. Это второй тоже забил. Верим в Шеннона Брауна. Блин, ему сейчас отдаст передачу, но Шеннон Браун не стал бросать. Жалко. 39.54. Ну, впервые в серии у нас комфортное преимущество над Сан-Антонио Спёрс. Может быть, Шпоры на том матче решили сбавить обороты и... Закончить серию, например, на своем паркете. Это нам только на руку. Может быть, они просто устали. Все-таки пенсионеры. Пенсионеры бегать не любят. Вот поставил я заслон Блеццо. Второй заслон ставлю Блеццо. Блеццо им не пользуется. Он считает, что... Не нужно. Заслон для слабаков. Для Эрика Блеццо есть другие места. Горд от красавчиков. Впадает в такой стиле Тима Данкона. Что такое? Даже, может быть, в стиле Дирка Новицки. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Размен произошел. Там Ленард. Ну и Баттлер против Паркера. Ну, может быть, Баттлер остановит Тони Паркера. Кто знает. Паркер. Это Кавай Ленард. Ба-бам. Моя ошибка полностью моя. Я это признаю. И даже не буду пытаться отрицать. Все-таки должен я лучше. Ой! Как же так? Чуть-чуть. Еще чуть-чуть и мяч. Но я говорю, сейчас отскоки в нашу пользу. Если в прошлых сериях отскоки исключительно шли против нас. Сейчас за. Правда, это нам не помогает. Ладно. Зато можем в этой четверти уже пытаться отнимать мяч у Тони Паркера. И не только у него. У центровых, например, вот Сплиттер. Не тем занимается, да? Не попадает даже. Но Данком... Ой-ёй-ёй. Ну что это? Что это такое? Да, товарищи. Так продолжаться дальше не может. Безусловно, не может. Морис заслон. Только нормальный, человеческий. Слава Классат не забивать. Естественно. Ну я же не Тони Паркер, да? Это только Тони Паркер может забивать. Такие моменты. А ну Ману еще. Ну вот сейчас Ману не забил. Слава Классат подбор. Забирает. Так. Соперники не смогли перестроиться. Здесь Гортон в итоге угрожает кольцу. И Марчин сегодня в огне. По крайней мере в нападении. Два подбора? Ну куда это годится? Марчин. Ну хотя ладно. Марчин пусть у нас сегодня работает в нападении. Работай в нападении. Доказывай, что ты не верблюд. Что ты можешь еще забивать. Линар. Женоблия. Ну вот это вот вообще. Сейчас начнут бросать и нас похоронят. Остается надеяться на то, что Слават Волосат. Он способен сам набирать очки. Поскольку именно наших очков сейчас команде более всего не достает. Гортон. Хорошо под щит. Сегодня Марчин. Наша главная ударная сила. Тиаго сплиттера Грег Попович за это не похвалит. После матча. Как бы он не закончился. Потому что уже очень много позволяет Гортон Тиаго. Слават Волосат сделал перехват. И Батлер. Ну что ты будешь делать. Уже второй матч подряд. Кэрон Батлер. И этот мяч. Этот мяч имени Кэрона Батлера. Вот то, что сейчас забил Паркер. Это Кэрон Батлер в наше кольцо бросил. Потому что. Ну нельзя. Вы мне можете конечно сказать. Ты сыграл бы попроще. Ну я же как бы за красивую игру. Я не просто так вот. Так вот оплачу. Ну Батлер. Давай реабилитируйся. Есть. Реабилитировался. Будем считать. Прощен. Так. Ну что ты не ловишь. Слават. В руки же пришел мяч тебе. В руки. В рученьки прямо. Но не поймал. Вот. Сейчас был бы наш мяч. Да. Это какой бы был психологический удар по шпорам. Огромный. Сильнейший психологический удар. Но к сожалению. К сожалению мяч нам так и не пришел. Так. Фол. Но это. 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 Это чейнг фрай нарушает. Первый фол. Фрай. Нам фалить нежелательно. Данкан. Но отдать парк. Отдать парк. Конечно. Нет. Скликер. Паркер сзади. Да. Надо всегда находиться между паркером. Кольцом. Если хочешь чего-то добиться. Так. Кто свалил? Свалил Моррис. Но мы не дали Паркеру забить. Моррисом второй фол. Но Паркер два штрафных исполняет. Первый есть. Второй я думаю тоже. Поскольку Тони редко мажет. Да. У него 19 очков. Сейчас еще 2 очка. И мы проиграли спор. Сошел медиа челлендж. Безумно важный сошел медиа челлендж. Слова Толоса. Есть. Надо сейчас самому немножечко побросать. Поскольку 4 очка не солидно иметь. Третья и четверти. Это на одно больше чем у Эрика Блеццов. Ну я не знаю. Может быть когда меня не было на паркете. Он тоже что-то там набрал. Но я пока только его трешь. Помню. Паркер забивает и так. И сошел медиа челлендж. Паркер меньше 20 очков не набирает. Это закон такой вот на игре. Думаю. Один Паркер набрал меньше 20 очков и умер. Ой. Ничего не могут. Вот это сейчас хорошая была комбинация. Мяч в кольцо упал. Попович вперед в тайм-аут. В планах Поповича этого явно не было. Паркер. Помогай. 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 Ну не так же. Ну не так же. Надо было помогать. Надо было не позволить ему ничего сделать. Ну. Позволили. Моррис. Ничего. Слова голоса. Промах очередной. Ты что ты будешь делать? Ну хватит уже мазать. Хватит. Никто не мешает. Ты мажешь. Сплиттер. Вот так легко. Да. Друзья мои. Я не понимаю, почему он не попадает. Ну что сложно. Почему не отображается, кстати, мой скилл даймер? Вот. Даже подписчики пишут в комментариях, возьми даймер. А даймер у меня уже взят. Дело в том, что. Сейчас эта атака закончится. Ну посмотрим. О, прайд. Какой же ты идиот. Так. Сигнейчер скиллз. Пуртчейст. Вот видите, даймер экипт. Флэш и пассер экипт. Пикпокет экипт. Дэдай экипт. То есть вот эти у меня. Сигнейчер с живы. Экипи рованы. Паркер. Ну невероятную передачу выдает. Подбор надо взять. Морис. Молодец. Молодец. Все как бать получил. Заслон. Блетсоу им не пользуется. Блетсоу выдает Морису шикарную передачу. И Морис заваливает трешку. Молодец. Макив. Ну Макив эту серию проводит удивительно сильно. Потому что в каждом матче к нему нет претензий. Слава Лосат по очкам проводит довольно слабо. Наслуга ли это Тони Паркера? Большой вопрос. Но то что в защите против Тони Паркера ничего не получается. Это да. Лишь однажды в этом матче нам удалось полноценно так остановить Паркера. Джинобли через руки. Легко и спокойно заваливает. Ну вот вам пенсионер. Вроде бы все. Рейсабес уже очередь стоит. Но все равно продолжает человек. Паркер пошел на шесть очков. Илья Касиста под Жинобли. Ну вот я думаю Паркер же не будет возвращать каким-то образом. А нет. Там угол Ленарда один. Кромах в Лецо подбор. Хорошо. Эрик Блеццо. Хорошо. Беги. Я тебе заслон. Ну ты не мог по флангу пробежать. Нет, не мог. Какой там фланг? Он не знает таких слов. Фланг. Мяч кольцу побежали. Вот давай. Гений. Ну Эрик Блеццо. Ну гений. Ни одного лишнего движения. Все передачи мимо. Патлер попадает. Где что был? Кэрон Баттер. Всю серию. Что молчал? Что умеешь бросать? Я-то не знал, что у нас такой игрок вообще нет. Рейсингуем. Сплиттер. Сплиттер неплохо был бы так. Оп. Обокрасить. Данкона тоже можно. Но вот здесь Паркер уже под кольцом. А под кольцом Паркер это опасно. Блеццо почему-то, кстати говоря, был против Данкона. Это, сами понимаете, под кольцом вариант абсолютно выигрышный для Тима и абсолютно проигрышный для Эрика. Так. Давай вот так, что ли. Батлер! Ну что ж ты будешь делать? Ну вроде же прибросался уже. Один стоит на трешке. Кэрон Батлер. Ну что, ну как это вообще объяснить? Гениальная защита от Славата Лосата. Ленард еще не очухался. Бежать! Он за голову держится, Кавай Ленард. И Кэрон Батлер в его отсутствии набирает очки. У Ленарда сегодня явно холодный вечер. Три очка, всего лишь один из пяти. Это даже лучше, чем Славата Лосата. Который тоже в атаке не блещет. Паркер проходит. Славата Лосата. Ну вот так. Морис уже подустал и не в состоянии был помешать Славата Лосата. Заработал фул. Сплиттер не выдержал. Рубанул нас. Попадаем первый штрафной. Целая группа новых игроков вступает в игру. Браун, Грин, Батлер, Горнон. Славата Лосат попадает оба штрафных. Что очень важно. Два очка у нас до дабл-дабла, кстати говоря. Если кого-то это волнует. Меня больше волнует сегодня победа команды, нежели мои личные показатели. Которые... Ох, сейчас надо было перехватить, конечно же. Ну, удалось хотя бы в защите отработать против Милса. Грин. Бросок. Есть. И это трехочковый бросок. Это не просто бросок. И два очка осталось нам до психологической отметки. Есть. Перехват. И... Вот так. Видел я, что меня Ленард накрывает. Поэтому сменил Данка на лайап. И его так хитро забил. Плюс 20 ведет Феникс. Мы не должны проиграть. Теперь уже не должны. Потому что проигрыш в этом матче уже суммит. Белинелли один. Попадает Марко Белинелли. Пять очков. Мы, конечно, способны просрать многое. Но 20 очков просрать. Это будет просто некрасиво. Это будет неуважение к болельщикам. Это будет... Я даже не знаю, как что. Я даже не знаю, с чем это можно будет сравнить. Этот проигрыш. Грин один. Есть. И это еще три очка. Ну, вот он Грин. Вот Джеральд Грин. Которого я ждал всю серию. Который будет все попадать. Вот этого игрока я ждал. А не того, что был. И уходит мяч от Сан-Антонио. И наш мяч. И плюс 20. Вот этого... Вот этого мы ждали. Вот этого мы ждали. И надеялись на это. Уже сколько серий. Заслон, пожалуйста. Мистер Батлер. Обеспечьте мне заслон. Обеспечьте мне безопасность. Грин. Гортор. Промах. Но не... Ну, Батлер, молодец. Вот и Кэрон Батлер тоже забивает. Да. Мы умеем забивать. Это наш корт. Здесь мы не проиграем. Милс, запрессуйте его. Ребятки. Ленард. У него тоже сегодня ничего не получается. Ничего не летит. Милс один на дуге. Не пустим. Не дадим. Да. Да. 88-66. Вот это матч. Вот это игра Феникса. Здесь мы своего не упустим. Мы будем биться до конца. Не дать Тони Паркеру забить следующий мяч. Ну что ж. Постараемся не дать. Хотя Тони Паркер это сами понимаете кто. Это монстр. Это демон воплоти. Ну, видите, как забивает. Мы мешаем. Вроде бы нам дают Элоументу скор. Собственно, я не знаю почему так. Салопат Волосат. Нельзя было это мазать. Нельзя было, но ты промазал. Ну, как же так. Джинобли, Сплиттер. Открытая позиция попадает в угол счета. Я бы так не попал. Даже если бы старался это сделать. Набросы. Грин. Вот это да. Сейчас уже играем раскованно. Сейчас на паркете уже другая команда. Не тот напряженный, стесняющийся всего и вся Феникс. А Феникс, который ведет в счете, который громит Сан-Антонио Спёрс. Который показывает, что и эту команду тоже можно громить. И что это мы можем делать. И не надо нам никакого Леброна. Но вот Фол возвращает нас с небес на землю. Ману Джинобли. 15 очков у него сегодня уже 16. 3 ассиста и 8 подборов. 8 подборов. Представляете, тут Джинобли. Блетсо. Эрик Блетсо. Ну, даже Блетсо играет в обыгрыше, но довольно-таки безуспешно. Не тому пас. Гринджа был один. Но Моррису идет. Передача Макив попадает. Да, Макив в этой серии единственный игрок, к которому нет претензий практически. Который ровно выступает на всех матчах. Кто еще так может? Только Моррис. С нашей стороны, естественно. У соперников есть Тони Паркер, который может все. А у нас в роли Паркера выступает Салават Волосат. Передача. Ну как же? Ну как можно было не забить? Горта. Привет. Перехват идет. Перехват идет. Грин. Да, еще один олимп. Да, сейчас можно. Сейчас это можно делать. И нужно это делать. Это огромные моральные удары по Сан-Антонио. Они к этому не привыкли. Они привыкли вести плюс 20. Но точно не проигрывали. И теперь уже можно говорить с уверенностью, что эта серия не будет последней. Не будет она последней. Не будет. Даже Паркер пусть... Да забивай. Уже не жалко. Все равно вы уже 20 не забьете. Даже если вы захотите. Не забьете. И все. Влезет. Прошел Гортед. А нашел Гортед. Он ждет спалить сплиттер. Вот какой же у него полк? Третий полк. Думал, у сплиттера уже больше. Гортед сегодня рвет. Рвет и мечет. Промахивает. Но в перерывах между промахами рвет и мечет. Тега сплиттер. Здесь подбор. Шенобли. А вот фикушки. Фикушки ману. Не так-то все просто, как ты думаешь. Скидывает. Салават волосат. Но это надо забивать. Конечно. Конечно. Без базара, как говорится. 13 очков, 13 ассистов. Это несчастливые числа для сам Антонио сегодня. Спаркера прессинговать. Помогай. Нет, не помог. Или Данкану Таги... Но! Что творит Макев? Что творит Макев Моррис? А, ну каков же? Каков же красавец? Взял и накрыл. И еще бросок Салават волосата. Промах! Как же так? Но сейчас надо Паркера остановить. Надо его остановить. Добрый вечер. Но нет, все равно забивает. 7 из 14 у Дженобли. Но у Паркера, я думаю, где-то 10 из 14. Потому что Паркер... Паркер это абсолютный читер, да? Салават волосат. Промах очередной. Блетсоу не надо сам. Сам не бросай. Сейчас заслон. Заслон от Морриса. Салават волосат точен. Набираем очки сами. Сами с усами. Раз нам... Раз нам сегодня прет, то давайте пруку использовать в своих целях. Дженобли. Ленар. Ленар, ну вот легко проходит. На одном шаге проходит Эрика Блетсоу. Промах со стороны нашего выдающегося баскетболиста. И... И... Верик Блетсоу. Семь очков, между прочим, сегодня шесть. Ассистов и два перехвата. Довольно-таки полезно. Ну, по меркам Эрика Блетсоу. Это его... Какой уровень. Сейчас это его уровень. Кикбол, аж кикбол. Поймал же меня. Нет, я увидел кикбол. Ну, увидел и увидел. Сейчас уже к судейским ошибкам отношение совсем другое. Не как в предыдущих матчах, когда каждая могла решить рисковку. Когда на каждую ошибку была реакция. Такая, что мало не покажется, да? Элло Монтус Корс, вот, воссад, не может уже и Джозеф остановить. Но сейчас посмотреть 5 на 4, а для баскетбола это смертельный выход. Годовин. Да, же Арчи Будвин уже появился на паркете. Играем изоляцию. Не очень, получается, но мы ее играем. Прай. Забивает. Видите, да? Чинин, прай. Забивает. 15 очков, 15 сосисок. Все неплохо. Кто-то не теряет. Пиндеграф. Пиндеграф... Теряет, но впоследствии сам же за мячом бежит. Три полу, слава, воссад, не так страшно за то время, что есть. Ну что, шпоры, вас мы сегодня пришпорили. Белинелли, попадай в трешку, да попадай. Уже не жалко. И ты сам уже понимаешь, что это тебе ничего не дает абсолютно. Бэтпэс, говорят слава воссаду. Ему уже на это тоже наплевать. Арчи Гудвин. Проход под кольцо неудачный. Неудачный, неудачный. Все равно шпоры больше 20 очков проигрывают. Они уже не отыграют. Как бы не старались это сделать. Грин. Это не наш Грин. Это другой. Сережка, он поэтому не попадает. Наш бы попал. Фол дают. Малкольм-Ли, нашему Ли, у них есть Кортни-Ли. У нас был бы Кортни-Ли, да? Был бы Кортни-Ли. Забивает. Забивает штрафные, 22 очка, разрыв. Разрыв шаблона сегодня произошел. Крайне мере, для болельщиков с Антонио. Они тут к такому не привыкли. Кортон. Марчин Гортод не забивает. Да как же так? Вспомнил, Гортод, наверное, какую-то свою технику броска, который пользовался в предыдущих матчах серии Паркер. Ну вот этот все забивает. 31 очко. Вот как его сдерживают? Как? Абсолютно не как. Абсолютно безболезно. Я думаю, уже Гортод не ставит заслон. Не ставит. Представляете, не ставит. Моррис. Ну, у нас есть Маккев Моррис, который в этом матче просто божит. Блокшот Паркеру! Добрый вечер! Все! Закончилась твоя гегемония. Хватит. Догегемонировался. И еще так попадаем. Ну, пора уже с шпором успокоиться. Пора понять, что все, этот матч вы проиграли. Сдавайте. Побейте с Паркета. Так. Потому что... Ну, потому что нет. Хватит выигрывать. Всем надоело смотреть на то, как вы выигрываете. Все уже жаждут ваших проигрышей. Восьминесотой помучились. Мы с Голден Стей. Танкер, ну, это слишком было бы. Хорошо. Бежим в контратаку. Верим в Летцов, чтобы подключиться. Не, не подключить. Эрик, ну, так тоже нельзя. Моррис, а не броска. А то это было... Это что... А, наш мяч. Переплатили. Выбилят. Я думаю, Моррис так не хочется писал. Так, Бизли, давай-ка мне. А, нет, ну, да. Сам бросил Майкл Бизли. Нет, попал Моррис. Ай-яй-яй, поторопился. Торопыга, а? Зачем торопиться-то? Здесь надо работать на то, по-другому. Грин Джонатом мы перекрываем. Ему уже передача не дойдет. Дойдет на то, Милинелли. Грин. Нет, не стал бросать. А вот Билинелли один стоит. Это к вопросу о будущих матчах. Почему у вас Билинелли один стоит? Такого не должно быть. Если мы хотим выиграть, естественно, у Сперта. Если не хотим выиграть, то можно и Билинелли, и Джинобли вообще не закрывать. Тут такой секрет. Добро пожаловать. Ли. Бросок. Рома. Пендерграмф всех выбирает подбор. Не показал кто-нибудь, что Мориса. Но Морис не справился. Я знак, что Билинелли. Но Джозефа тоже бы неплохо там припрыть. Но получается, да? Бросающий. Бросающий. Марко Билинелли попадает в тревожку. Темп игры такой, знаете, романый. Сначала мы их, потом они нас. Слова гласа. Ну, наконец-то, проход кольцо удался. Я тоже думаю, ну, когда же, когда же. Наконец-то. Наконец-то. Что-то. Не забивает слава гласа подбора. Нам уже гитарейдом углотнуть. Так играем сегодня интенсивно. То без этого никак. Бросок. Это промо. К сожалению, но уже много бросаем. Не зналось перехватить. Мяч, жонок идет. Отдает Билинелли. Билинелли обыграл, прошел, забил. Вот это матч. Вот это матч мы с вами наблюдаем. Просто здоровский. И здоровский еще и потому, что наконец-то победный. Бизли. Попадаем еще и в концовке. Здорово. 4 секунды на бросок у Джозефа. Но это уже не бросок. Победа. 115-92. Сперс и понурый Тим Данкан впервые в этой серии. Да. Да, мы это сделали. Да, Феникс Санс. Феникс Санс. Феникс Санс. Поп. Беж. Да, еп. Этого мало кто ожидал. Но это случилось. И мы не в сухую проигрываем эту серию. Мы еще не проигрываем эту серию. Вернее, мы еще не проиграли эту серию. Да, мы в ней проигрываем. В ней уступаем. 1-3. И 1-3 это серьезно. Но вдруг случится чудо. Вдруг. Впервые в истории команды NBA. По-моему, не было ни одного случая, когда с 0-3 отыгрывались. Но вдруг случится камбэк. И этот матч дает нам веру. К тому же, Слава Толосат несколько изменит свою манеру игры. И в следующей серии вы увидите уже другого Слава Толосата. Слава Толосата, который умеет делать кетч-н-шут. Я думаю, что нам сейчас достаточно дадут спешл-поинтам. Надо, чтобы дали больше 500. И тогда, и тогда мы сможем заработать на кетч-н-шут. Ну и вот видите, да, даже блокшот Тони Паркеру попал в эту нарезку. Я думаю, что по игре, конечно, Тони Паркер нас переиграл. Но Тони Паркер здесь показывает себя не умным разыгрывающим, а читерским таким парнишей, который прет и прет. 600. Далее, я думаю, что должно хватить уже. Там же вычитают они еще сколько-то. Но это было потрясающе. Паркер 31 очко. Ну вот, сами поглядите, да, перформанс, кстати говоря. Мы выиграли у Паркера, да, за счет 16 асистов. Ведь... Так, бокс-коро, да, давайте посмотрим. У нас 22 очка, больше всех в команде у Гортота 20, у Мориса 20. Блестяще сыграли оба, и Гортот в концовке подборов еще насобирал. Но вот Мориса бы побольше, тоже по 6 подборов бы убрали, было бы полегче. Джеральд Грин, вот, вот он фактор. Джеральд Грин. Я мечтаю о том, чтобы он хорошо начал играть. Батлер 9 очков. Все равно мало, 4 из 7. Мало открывается, мало бросает. Ну, хоть 6 подборов взял, а в этом матче был полезен. Ченнин, Фрай. И смотрите на потери. Ноль потерь у Слава Толосатова. Ноль Гордон, ноль Морис, ноль Грин, ноль Батлер, ноль Фрай, ноль Блетсу, ноль Шеннен Браун, ноль Бизли, ноль Гудвин, ноль Драгич. Ноль потерь у всей команды. Вот это результат. Вот это результат. То есть, насколько мы хорошо играли, насколько мы дорожили мячом, мы не дарили. Мы ни одного мяча не подарили. Вы вдумайтесь, это рекорд от БА, наверное. Ни одной потери не совершает вся команда. Это чудо. И, ну, по сути, 4 игрока набирают 20 очков. Грин чуть-чуть не хватило, но это он за 12 минут устрелял. Фрай 8, но Фрай не выходил на той позиции, на которой нужно Блетсу. 7, да, 27 минут. Но он хотя бы и ассисты раздает и перехватывает, помогает команде. Ну, конечно, очков атакующий защитник должен добавлять гораздо больше. Шэнон Браун 6, Бизли 4, Гудвин, Ли, Драгич без очков, во что касается наших соперников. Паркер 31 очко, но всего 4 ассиста. Какое-то разыгрывать. Это скорер. Джинобли 10 подборов добавляет к 16 очкам. Здорово. Но у него один из четырех из задуки, то есть не блестящий. Белинелли, высший на 9 минут, набирает больше, чем Тип Данкан. Больше, чем Тиагу Сплиттер. Ну, Сплиттер здесь подборов собрал. Больше, чем Леонард, который этот матч провалил откровенно. У него один из шести с игры. То есть, по большому счету, у Спёрс перестала переть. И этот матч с Спёрс проиграли. Но в этом матче блистательно смотрелись и мы. Прокомментировать, говорит, свою игру. Он сегодня здорово так сыграл. Я скажу, что сегодня команда играла хорошо. И это не просто подлизывание партнёров. Да, так действительно и было. Это прекрасная командная победа. У нас стало меньше фанатов. Зато командная химия и болельщики поддержали. Ну, как видите, нас фолловит Ману Дженобли. Заслужили мы это. Можем сказать, что Коуч Дуин Гуд Джаб. Я думаю, что это сделаем в перерыве. Я могу сказать, что I'm happy here. Могу сказать, что я устал от поражений. Ну и ачивка открылась. Закончи игру без потерь. Потрясающе. Мы на самом деле невероятную вещь сделали. Закончи игру без потерь, это потрясающе. Тоди Паркер сказал... Сказал, что я сделаю меньше десяти ассистов. Ну, конечно. Я же не ассистент. Я еще больше тебя делаю в Москве серию. Так что CD-копей. Так. И сделаем важную вещь. Player Upgrades, Signature Skills и Skill Catch and Shoot. Открыть. Открыть скилл первого уровня. Первого уровня. Но скилл очень полезный. Keep Upgrades. Так, даймер, флэш и пассер, Дэда. И вот вместо флэш и пассера мы возьмем Catch and Shoot. Вот даймер. Не знаю, почему не отображается. Должен, должен отображаться. Даймер у меня и кип. Ну, почему-то, почему-то не показывает. Но, ладно. Надеюсь, что все с этим нормально. Наши спины и вот они. И в следующей игре... В следующей игре мы должны побеждать. Надеюсь, что победим. Надеюсь, что и следующая серия не будет последней. И надеюсь на камбэк. Спасибо, что посмотрели эту серию. Надеюсь, что вам понравилось. Увидимся в следующей. Удачи вам и до свидания.